Как отличить здорового партнера от нарцисса? Мы сегодня поговорим о пяти критериях, и я сразу оговорюсь, что такого вот поверхностного какого-то общения для того, чтобы определить в человеке нарцисса, может быть недостаточно. Но если вы будете держать в голове эти пять критериев, и как бы если вы общаетесь с каким-то человеком, постоянно на них как-то оглядываться, то вам так будет проще достаточно рано определить, что у этого человека есть какие-то ярко выраженные нарциссические черты. Ну и дальше вам нужно только понять, хотите ли вы с этим человеком вообще как-то строить отношения, тратить на это время или нет. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы говорим о пяти вот таких вещах, на которые стоит обратить внимание, когда ты общаешься с человеком, чтобы отличить потенциально здорового какого-то партнера, условно здорового, от человека с ярко выраженными нарциссическими чертами. Если вам эта тема интересна, ставьте мне лайк, я буду вам благодарен, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый критерий, на который мы обращаем внимание, это эмпатия, способность слышать и слушать. Условно здоровый человек, когда общается с вами, если вы ему интересны, он будет стараться вас узнавать, он будет стараться быть внимательным, потому что ему уже важно про вас что-то узнать, и соответственно он будет использовать свою эмпатию, это такой наш инструмент, который мы используем для того, чтобы на основании своих каких-то чувств выстраивать картину чувств другого человека. То есть мы, когда используем эмпатию, мы стараемся представить себе, что чувствует другой человек по каким-то косвенным признакам, скажем, по его мимике, по интонации, учитывая контекст, и как-то почувствовать подобные эмоции, чтобы таким образом как-то с ним сблизиться. Это что происходит в голове у человека с условно здоровой гармоничной психикой, которому важно сблизиться, которому важно выстраивать отношения. Нарциссу отношения выстраивать не важно, ему важно избавиться от тревоги, связанной с его нарциссической травмой, ему очень важно от партнера получать как можно больше нарциссического ресурса или подтверждения своей значимости. Соответственно, вот эта эмпатия вся, это вот слышание и слушание, это все вещи такие ненужные. Нарцисс до этого не доходит, ему очень важно сфокусировать фокус внимания на себе. Соответственно, если вы понимаете, что вы находитесь рядом с человеком, который как-то невнимательен к вам на первом каком-то этапе, который вас вроде бы слушает, но не слышит, то задумайтесь о том, нет ли у него проблем в принципе с эмпатией, с вниманием к вам. И это также может в принципе говорить о том, что у человека могут быть нарциссические черты. Второй критерий, на который мы обращаем внимание, это способность признавать свои ошибки. Человек с условно гармоничной такой здоровой личностью может признавать свои ошибки, потому что он постоянно их совершает, постоянно их исправляет, постоянно их признает. То есть мы знаем, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Человек взрослый, зрелый, с активной жизненной позиции, у которого есть какая-то работа, который находится в отношениях, находился в отношениях раньше, понимает, что время от времени мы делаем какие-то вещи, которые нам кажутся не очень хорошими. Предположим, иногда я могу что-то сказать такое, что обидит близкого человека. Я понимаю, что я сказал это зря, я не хотел его обижать, я не подумал, я признаю ошибку, я извиняюсь. Вот так это устроено у взрослых таких людей. Если мы говорим о нарциссе, то нарцисс не признает свою вину, потому что ему очень тяжело это сделать. Вообще, когда мы говорим о нарциссах, мы можем говорить о людях с такой эмоциональной частичной незрелостью. Человек может занимать какую-то там должность, он может быть с высоким интеллектом, с высокой социальной какой-то адаптацией, но эмоционально он на уровне подростка или ребенка. Соответственно, как и у детей, у нарциссов любая какая-то ошибка, она сразу как будто бы бросает тень на всю личность. Если нарцисс испачкался, он считает себя грязнули, как и дети. Если нарцисс сказал какую-то глупость, он считает себя глупым человеком. Если нарцисс, не знаю, где-то оказался неправ, он считает, что он неправ теперь в принципе всегда. Поэтому для нарцисса признать ошибку, это достаточно болезненная ситуация, и он ошибку просто вот не признает, поэтому нарциссы часто безответственны, они виноваты всегда кто-то другие, виной то они всегда перекладывают, и нарцисс никогда виноватым не будет, он никогда не признается в своей ошибке. Поэтому, если вы начинаете общаться с человеком, и вот он, например, опоздал, и начинает сразу говорить, что это не я виноват, это виноваты пробки, это, я не знаю, там, забыли мне кто-то там часы перевести и так далее, если он начинает как будто бы перекладывать вину, задумайтесь, здесь можно рассуждать о нарциссических чертах у этого человека. Третья вещь, на которую стоит обратить внимание, это уважение к личным границам. Как устроено вот вообще отношение к личным границам у людей с гармоничной личностью? Вот я знакомлюсь с каким-то человеком, и я вхожу в отношения, ну, как будто бы снаружи. То есть мы сначала с человеком знакомимся, потом мы начинаем как-то, не знаю, налаживать какой-то диалог, то есть мы соприкасаемся сначала нашими какими-то внешними границами, потом мы как-то подпускаем друг друга ближе, ближе и ближе. И резкий какой-то скачок к какому-то, не знаю, понебратству, к каким-то вот таким, ну, не знаю, нарушением личных границ на уровне, там, ночные какие-то звонки, или я делаю что-то, что пока неуместно, Это будет что-то такое, ну, странное и предполагающее какие-то излишние усилия. То есть мне нужно как-то прям ворваться в эти отношения. Если мы говорим о нарциссе, то он в отношениях всегда заходит как бы изнутри. Нарцисс, когда вступает в отношения с кем-то, он воспринимает этого человека, ну, по сути, как такую вот маму. То есть этот человек, если я с ним общаюсь, он должен, значит, угадывать, что я хочу, он должен выполнять все мои желания, он должен постоянно поддерживать мою какую-то значимость, должен мне постоянно, не знаю, говорить приятные вещи, то есть сомнежать меня нарциссическим ресурсом. То есть, собственно, почему нарцисс не уважает личные границы другого человека? Это потому, что он изначально их как бы не видит. То есть вступая в отношения с другим человеком, нарцисс воспринимает его либо как вот часть себя, в смысле, что это человек, который полностью от меня зависит и полностью мне подвластен, либо что это человек, ну, как моя мама, то есть я с ней сливаюсь. То есть для нарцисса границы, они разваливаются в принципе в начале построения отношений. Поэтому если вы замечаете, что человек сам в начале отношений ведет себя как-то, ну, пускай для начала не тактично, он как-то позволяет себе те вещи, которые, ну, вроде как, не принято так рано вот позволять, вот он нарушает границы, возможно, он вас воспринимает как вот такую свою маму, своего такого человека, который вроде как должен ответственным быть за его счастье и эмоциональное спокойствие. Это означает, что у человека есть нарциссические черты. Четвертый критерий, на который мы обращаем внимание, это стабильность поведения. У людей с условно такой здоровой гармоничной личностью, поведение, как правило, характеризуется такой предсказуемостью, понятностью, прозрачностью, стабильностью, вот формируется доверие между людьми. То есть я знаю, что будет делать другой человек, он знает, что буду делать я, потому что мы друг другу об этом говорим, и нам не нужно по пять раз в день это прояснять как-то и уточнять. Мы таким образом экономим свою психическую энергию, которую мы можем потратить на то, чтобы выстраивать какие-то долгосрочные планы, на то, чтобы как-то, ну, больше, не знаю, чувствовать друг друга, больше находиться в отношениях. Мы не выясняем какие-то вот эти вот мелочные такие вот вещи, потому что каждый видит другого достаточно каким-то предсказуемым и понятным. Есть стабильность в отношениях. В случае с нарциссом ему не важны долгосрочные отношения. Нарциссу важно получать нарциссические ресурсы другого человека. Ему очень важно как-то справляться со своей этой травматической нарциссической тревогой. То есть каждый нарцисс изначально вот у него есть такая травма, что его не замечают, его не видят, он какой-то вот незначимый, незаметный. И ему важно от другого человека получать просто вот это подтверждение того, что я есть, я существую, я классный, я какой-то там значимый. И, соответственно, и отношения свои нарциссы таким образом выстраивают. Чтобы постоянно фокусировать внимание на себе, он использует там эмоциональные качели. Он может быть то каким-то вот, не знаю, таким обожающим, то презирающим. Какая-то включается вот эти разные рода там, я не знаю, попытки манипулировать, пассивно-агрессивное поведение, манипуляции через жалость. То есть он использует весь инструментарий такого вот токсичного поведения, которое ну никак отношения не развивает, а только им вредит. Но самое главное, что он получает внимание к себе. То есть находясь рядом с нарциссом, у тебя постоянно возникает в голове вопрос, что происходит, черт подери. Что сейчас происходит? Почему мы пять раз в день выясняем какие-то одни и те же вещи, которые вообще не стоят у Гроша Ломонова? А потому что нарциссу не нужно, чтобы вы что-то выяснили. Ему нужно, чтобы вы что-то выясняли с ним, чтобы вы смотрели на него, чтобы он был в центре вашего внимания. Вот и все, что ему нужно. Поэтому если вы понимаете, что вы находитесь в отношениях с человеком, который такой вот нестабильный, который устраивает эмоциональные качели, либо это он постоянно то грустный, то веселый, либо у вас рядом с ним постоянно как-то то грустно, то весело, вы находитесь с человеком нестабильным. Если человек нестабилен, то высокая вероятность, что причина этой нестабильности это такие ярко выраженные нарциссические черты. Я провожу онлайн-курс, который называется «Про отношения», и мы там разбираем, собственно, как понять, что ты находишься в отношениях с нарциссом, чем отношения с нарциссом разрушительные, отличаются от отношений таких вот двух гармоничных личностей. Также мы там разбираем, как выйти из отношений с нарциссом, если ты понимаешь, что тебе не хочется в них находиться. И здесь очень важно выйти максимально экологично, так чтобы не оставалось такой незаживающей травмы после того, как ты вышел из отношений. Часто бывает так, что человек из отношений с нарциссом вышел вроде бы как, уже с ним не общается, а новых отношений построить не может, потому что в голове все, я думаю, об этих нарциссах. Также мы на этом курсе разбираем, как восстановиться после выхода из отношений с нарциссом, потому что часто бывает так, что после выхода из отношений с нарциссом человек себя чувствует как вот такое выжженное поле, как такая выгоревшая какая-то квартира или машина. То есть ты в принципе не готов к тому, чтобы дальше жить ровно, не то что в какие-то отношения выстраивать, тебе самому очень сложно, это как человек, который вернулся с войны, грубо говоря. Поэтому если вы когда-нибудь сталкивались с нарциссом, вам интересно с этим как-то поработать, у меня под видео будет ссылка, где есть информация о курсе, вы можете присоединиться к моему следующему потоку. Пятый критерий, на который мы обращаем внимание, это готовность к равноправному партнерству. Когда два взрослых человека встречаются, собираются выстраивать отношения, они воспринимают друг друга, ну что два равных человека, два взрослых, зрелых, у каждого свой какой-то, не знаю, багаж, свои взгляды, есть очень много каких-то своих особенностей. Ну вот другой мне интересен, мы сближаемся, ну вперед. В случае с нарциссом здесь всегда звучит детская нарциссическая травма нарцисса. Нарцисс в детстве был недолюблен, он не получил достаточное количество, ну не то что даже любви от родителей и от матери в частности, он не был замечен в достаточной степени. И вот он такой вот незаметный, живет с вот этой идеей, что ему нужно получить от другого человека нарциссический ресурс. Я должен вступить в отношения, где другой человек должен меня постоянно замечать, ну как будто бы постоянно потакать моим каким-то капризом, постоянно удовлетворять мои эмоциональные потребности. Поэтому нарцисс всегда в отношениях ищет человека, который с одной стороны будет ему такой вот мамой, это не важно, это женщина нарцисс, мужчина нарцисс. То есть человек должен быть в целом вот как мама, должен удовлетворять все мои потребности, догадываться чего я хочу, постоянно мне, ну ходить за мной, так сказать, все потирать, мое такое эмоциональное. С другой стороны, этот человек должен быть ниже меня, то есть я должен как бы им управлять, потому что для нарцисса это очень важно. То есть представьте себе образ такого капризного ребенка, которому представлена какая-то мама, которая все ему потакает, все ему гиперопекает его, но при этом он капризничает и ей полностью управляет. Вот это вот мечта каждого нарцисса. Соответственно, когда вы вступаете в отношения с человеком, который вам предлагает какие-то иерархические отношения, оно может звучать по-разному. Например, ты будешь сидеть дома, а я буду работать, я важнее. Или женщина говорит мужчине, что я буду сидеть дома, тебя вдохновлять, ты ходи работай, а я буду сидеть там, просто заниматься уютом. То есть когда вас другой человек втягивает в какие-то отношения, которые изначально такие неравные, означает, что высокая вероятность этого человека с нарциссическими чертами. Нарцисс не может войти в равноправные отношения, потому что у него изначально есть идея этой какой-то своей неполноценности и незначимости. Если мы будем как будто бы равны, то я же тут же начинаю сдуваться. Нарциссу нужно изначально, чтобы вы договорились, что вот он важный, он главный, а вы, значит, должны быть какие-то на вторых ролях. Поэтому очень важно обращать внимание, что партнерство должно быть равноправным. Это вот очень важно. Дело не в том, что вы можете себе позволить, скажем, где-то уступить. А дело в том, что если вы уступите в начале, то в конце вам, так сказать, сядут на шею, потому что это человек с такой психической какой-то конструкцией. Если вы находитесь в отношениях с человеком и не можете понять, он нарцисс или не нарцисс и не знаете, что вообще делать, или даже вам не важно, нарцисс он или не нарцисс, вы понимаете, что вам в отношениях как-то не окей, вы не знаете, что дальше делать. Мы можем с вами в этом разобраться, вы можете написать мне личное сообщение. Под видео есть ссылки на мои соцсети, вы мне там пишите, я могу записать вас на личную консультацию. Там можно как-то более предметно, более подробно, в таком индивидуальном формате разобрать, что у вас происходит, что с вами за ситуация. Потому что часто бывает так, что ко мне в терапию приходят люди, рассказывают о том, что у них что-то там произошло, мы начинаем что-то как-то разбирать. Человек говорит, точно, вот так и есть, что же я раньше не пришел. Поэтому тоже тут не затягивайте. Потому что если вы понимаете, что вам в отношениях как-то не окей, и ничего не меняется само, то вы же не только тратите время, вы, возможно, еще затягиваете какие-то травматические процессы, которые с вами происходят. Поэтому пишите мне личное сообщение, мы сможем с вами как-то поговорить по этому поводу. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть горький опыт общения с нарциссом, вы когда вот с новыми людьми знакомитесь, на что вы обращаете внимание, чтобы понимать, что здесь есть, возможно, нарциссические черты или тут вроде бы как их нет. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк, напишите также, как вам такой формат. Я стараюсь говорить медленнее, потому что мне под предыдущим видео написали, что я вроде как слишком быстро говорю. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.